МИГРАЦИЯ МИГРАЦИЯ Но сегодня мы с вами пообщаемся на другую тему. На тему, какие ошибки от самого начала до самого конца совершают те люди, которые решаются на иммиграцию в США. И, кстати говоря, в большей степени это затрагивает тех людей, которые едут туда, запрашивают политическое убежище. Первое, с чем сталкиваются люди, это с тем, как добираться до США из стран России и СНГ. Первая проблема, это, естественно, передвижение. То, что сейчас Турция выделывается, да, грубо говоря, начинают какие-то там канители устраивать и не пускать людей с российским паспортом. Там дипломаты пытаются российских что-то решить, ничего не решается. Ну, понятное дело, что это политические подковерные игры. Кто бы обратился с запросом в Турцию, неизвестно до сих пор, Россия это или Соединенные Штаты. Но в любом случае проблемы есть. Как эту проблему обходить? Прообходить ее довольно-таки просто. Для этого необходимо иметь законный, нормальный, официальный тур в Мексику и перелетать явно через Турцию, например, через Дубай или другие страны. Соответственно, есть у нас, например, партнеры, да, которые занимаются вот непосредственно вот этими делами. И понятно, что все досконально я вам рассказать не смогу. Это рассказывают те самые менеджеры, которые занимаются турнаправлениями. Но на сегодняшний день большое количество людей делают ошибку в следующем. Они берут самостоятельно вот эти самые туры, да, во-первых, непонятно где. В каких-то телеграм-каналах там и так далее. И мы непосредственно упираемся в то, что люди нам звонят и говорят, вы знаете, мы взяли вот тур, мы непосредственно поехали. Но оказалось, что обратные билеты у нас фейковые, бронеотели у нас фейковые, да, и тогда хотя мы за них заплатили и нас, естественно, развернули. И это большая, огромная проблема. Это целая криминальная индустрия, которая работает сейчас на широкую ногу, потому что, ну, ажиотаж и все такое. Вот чтобы этого не было, вам необходимо покупать официальный тур, официальные авиабилеты, официальное бронирование, да, и, возможно, даже перепроверять. Потому что огромное количество мошенников на этом наживаются. Это первая большая проблема, когда вы только тронулись в сторону, например, Мексики. Далее проблема, с которой постоянно к нам приходят, это с тем, что, вот вы знаете, нам сказали какие-то там специалисты по иммиграции и так далее, что вот если я буду находиться, например, в какой-то стран СНГ, как в транзитной зоне, потом в Турции, потом, может быть, даже полечу через Европу, это будет большой проблемой, там, при защите моего политического убежища и так далее. Ребята, по всем вопросам, касаемо вот такого характера, нужно консультироваться не у каких-то там блогеров, журналистов, там, и прочее. Это нужно делать у лицензированных адвокатов, кстати говоря, которые тоже есть у нас на канале. Это Алекс Топотоваря, например, Раиса Степанова. Вот, поэтому вы можете непосредственно обращаться к специалистам, эксперт-класса, да, и при этом, при всем, это лицензирный специалист, который отвечает на эти вопросы, можно ли находиться в третьей стране или нет. Но забегая вперед, наши адвокаты постоянно говорят о том, что можно. Даже если вы находитесь транзитом, например, в Европе, там, или там, в Стамбуле и так далее, это никак не отразится на ваш запрос на политическое убежище, потому что по тем или иным причинам вы можете просто-напросто не чувствовать себя в безопасности, и есть ряд факторов, которые указывают на то, что вы там находиться не можете. Далее, серьезная довольно-таки проблема, с которой сталкиваются, это прохождение погран-контроля в Мексике. Там непосредственно многие говорят о том, что вот, я заплачу сейчас за зеленый коридор, очень часто в эти сети попадают армяне, почему-то, не знаю почему, вот, дальше идут таджики, узбеки и все те, кто думает, что их Мексика очень сильно не любит. Но это не так. Дело в том, что им втюхивают по 20-25 тысяч долларов то, что они обязаны заплатить, и им сделают зеленый коридор, на основании которого они дружно проедут в Мексику. Также есть крупные компании, довольно-таки, они базируются, часть в Мексике, часть в России, которые дружно говорят о том, что мы вам сделаем ампара. Это некий документ, который якобы является как бы приглашением в сторону с Мексики. Да, и для мексиканских пограничников данный документ является каким-то предлогом, что вас уж точно пропустить. И люди за этот документ платят по 500, 700, 1000 долларов и так далее. Так вот, это ошибка, потому что это ошибка, которая стоит вам 1000 долларов семейного бюджета, которая не приводит ни к чему. Почему? Потому что эта бумажка является просто бумажкой, которая не является никаким документом, тем более каким-либо разрешающим документом, для того, чтобы въехать в Мексику. Единственным документом, чтобы въехать в Мексику, является ваш паспорт, ваши авиабилеты, брони, выкупленные отелей, да, то есть, ну, или лучше всего собранный официальный тур с тур-ваучером, который говорит о том, что вы турист, и вы посещаете эту Мексику на законных основаниях, а не на каком-то там амбарах. Вот, соответственно, никакого документа, значит, подтверждающего, что вам обязательно вас впустят, нет в природе, его не существует. Поэтому это такие распространенные ошибки, на которых напарываются сразу. То есть покупка фальшивых туров, покупка непонятных левых документов, которые позволяют якобы въехать. Ну, и, понятное дело, что покупка зеленых коридоров, которые, ну, якобы договорены, что вас обязательно пропустят, и они же уже знают CBP, да, который непосредственно стоит в, ну, я имею в виду, пограничников Мексики, которые стоят непосредственно в аэропорту. Ну, вот по поводу вас обязательно договорятся. Так вот, не совершайте этих ошибок, не платите никому эти несчастные деньги. Далее. После того, как вы прилетаете в Мексику, почему-то огромное количество людей, порядка 80-90%, вдруг осеняет, что им нужен кейс. Они узнают о том, что нужен кейс для того, чтобы пересечь границу между Мексикой и Соединенных Штатов, и запросить политическое убежище, а на основании этого кейса уже будут оценивать, давать вам это убежище или нет. Пройдете вы интервью на страх в детеншине или не пройдете? Соответственно, вдруг огромное количество людей вдруг начинает бегать по чатам, и по-нашему в том числе, и к нам тоже забегать, что, ребята, нам нужно купить кейс, потому что кейса-то, оказывается, у нас и нет. У нас есть вроде какие-то причины, да, например, мы против мобилизации, или мы против того, что делает Россия на Украине, и вообще мы против там Владимира Владимировича Путина, Медведева или еще каких-нибудь других политиков. И вот нам на основании этого мы вот хотим получить политическое убежище. Никто не догадывается, что нужно было посмотреть наш YouTube-канал Тичбекей, где адвокаты рассказывают, по каким категориям дается политическое убежище. Но к этому люди почему-то возвращаются именно уже в Мексике. И уже после того, как они оказались, да, они начинают пытаться его купить. Они начинают бегать по довольно-таки известным компаниям, которые везде рекламируются, рекламируются даже у блогеров, которые рассказывают об эмиграции в Соединенных Штатах, и прямым текстом говорят, что вы можете купить этот кейс, купить эти документы, купить эти подложенные там справки и так далее, обратитесь, только назовите промокод и получите скидку. Мы в очередной раз призываем вас, вас уже в миллиардный раз призываем этого не делать. Почему? Потому что да, возможно, вы купите кейс, и да, возможно, вам впарят хорошую шаблонку, под которую подгонят определенный пакет левых документов, с которым вы, возможно, даже пройдете границу и выиграете интервью на страх. Но есть небольшой нюанс. Прокуратура и определенные службы иммиграционного надзора непосредственно в Соединенных Штатах не дремлят и просто так свой хлеб не едят. Понятное дело, что они непосредственно отслеживают все те самые события, которые происходят в России и в странах СНГ. Они отслеживают те самые кейсы, которые поступают в прокуратуру и в суды. И понятное дело, что вы должны понимать, что никто под вас индивидуальный кейс писать не будет. Все это полная брехня. 98,9 миллиардных процента непосредственно кейсы написаны по одному шаблону. Там меняется только фамилия, имя и частично меняется история. Где-то что-то, что-то там пару пунктов поменяли. Все остальное это частейший шаблон, который потом ложится на стол прокурору, садится и ложится на стол судье. И он в очередной раз с улыбкой смотрит на этот кейс и вам отказывает. Как бы вы ни плакали, как бы вы ни страдали, ни объясняли, сколько денег вы на это потратили, и что у вас шесть детей на загривке, что прокуратуре, что судье будет абсолютно все равно. Вас, естественно, поставят на депорт, либо дадут какой-нибудь статус, пожалев детей, о том, что вы им больше будете как на цепи сидеть в Соединенных Штатах и никуда никогда не выйдете, и никакого статуса никогда не получите. Поэтому, чтобы не совершать эту ошибку, не поддавайтесь ни на какие рекламные уловки о том, что вам продадут индивидуальный кейс, поднаписанный исключительно под вас, и, естественно, с оригинальными документами из Министерства внутренних дел Российской Федерации, других стран, а также из прокуратуры, ФСБ, следственных комитетов и прочее. И вообще вы страшный-страшный человек, который вообще, ну, все, вся страна на него, значит, ополчилась, и вам обязательно повезет. И именно это стоит 5, 7, 10 тысяч долларов, которые вас дерут за кейс. Так вот, этого делать нельзя. Кейсы покупать плохо, потому что вы действуете, первое, во-первых, в криминальной сфере, да, потому что вы обманываете уже Соединенные Штаты, и это мошенничество. Второе, это на законном уровне запрещено в самих Соединенных Штатах покупать кейсы и представлять их за настоящие. Ну и третье, вы не получите статус. Весь тот путь, который вы прошли, вы пройдете впустую. Да, и вам придется возвращаться в лучшем случае домой. В худшем случае вас могут посадить за предъявление ложных документов, доказательств и так далее, обман судебной системы и так далее. А это уже уголовное дело. Ну, как фальшивомонетчики, да, то есть, как вы деньги там фальшивые делаете, так же вы делаете фальшивые кейсы. То есть, это очень серьезная проблема, с которой мы тоже пытаемся бороться, но люди все равно тут, все равно приходят и говорят о том, что, ну вот у меня тут покупленный кейс, или начинают показывать нам, вот вы знаете, вот у меня вот такая вот история, как вы думаете, можно к вашим адвокатам прийти или нет? Мы, соответственно, говорим, что не, ребят, ну вы идите сразу к адвокатам, ну если вы очень хотите, чтобы мы ее послушали, мы, конечно, послушаем вашу историю. Только без, единственное, без, знаете, без вот этих вот формальностей, фамилий, имя, отчество, городов и так далее, чтобы он был обезличен. И когда мы это дело слушаем, то я, например, в связи с тем, что ко мне огромное количество людей обращаются, я эти шаблоны кейса слышу мгновенно, как только они начинаются, я прямо знаю, какой кейс, кем написан. Вот, поэтому, чтобы этого не было, если же я знаю, то что знают прокуроры и специалисты, которые этим занимаются постоянно на огромной, огромной постоянной основе. Поэтому, чтобы вы не попадали в такие большие проблемы, ни при каких обстоятельствах кейсы вы не покупаете. Далее идут следующие ошибки. Вы приезжаете в Мексику и начинаете дружно искать, как же пересечь границу, не используя CPB-1. То есть та ту самую программу, которая позволяет получить appointment для того, чтобы пересечь границу в Соединенные Штаты Америки. Так вот, этого делать тоже не надо. У вас какой-то должен быть период времени, когда вы все-таки честный человек, и вы пользуетесь CPB-1, вы пользуетесь этим поиском аккаунта, этой программы, пытаетесь получить честный appointment. Далее, есть, я знаю, люди, которые начинают сразу ломиться на автомобилях, через дырку, в заборе и так далее, со словами, что, ой, смотрите, огромное количество людей проходит, а мы будем тут сидеть и это обсуждать несчастный CPB-1. Это неправильно, это большая ошибка, потому что для прокуроров и для судей это тоже красная тряпка, потому что вы непосредственно при наличии разрешенного специального программного обеспечения CPB-1, вместо того, чтобы вы сделали это на законных основаниях, вы вдруг возомнили себя непонятно кем, да, и ломанулись через границу так, как вам захотелось, а не так, как вас просят делать это государство. Соответственно, вы весь негатив обрушиваете сразу со стороны прокурора и судей в том числе на себя, да, потому что многие говорят, ой, да ерунда, я пройду, вот мне дадут 94-ю форму и так далее. Помните, что залог получения политического убежища, это не получение хорошей формы от службы CBP, айс-офицеров, и прочее. Это в первую очередь решение судей, дадут вам легализацию или не дадут, как будет себя вести и си айс вас и так далее, это промежуточный вариант, который, в принципе, по большому счету никого не волнует. Решение в любом случае принимает судья и прокурор, точнее прокурор пытается сделать так, чтобы решение было не негативным, например, да, наоборот, негативным, чем позитивным, если прокурор видит, что вы явно нехороший человек. Да, и именно судья решает, будете вы жить в Соединенных Штатах, дадут вам этот статус или не дадут. От этого не зависит, дадут вам 94-ю форму, или 220-ю и так далее. И многие ошибочно думают, что вот, эй, вот они пройдут, как все через дырку, им дадут, как Паша, Васи, к моему знакомому, эту форму несчастную 94, и все у него будет по кайфу. Нет, не будет, потому что на финале, на финальном суде вам обязательно это вспомнят. Поэтому, если вы непосредственно, все-таки у вас есть какая-то финансовозможность побыть в Мексике и спокойно пройти через CBP1, это будет самым правильным решением. Но, как и в любой стране, как и в любых ситуациях, есть исключения, и эти исключения существуют. Но это исключение не проходить через, опять же, псевдо-мошеннические фонды Верета, которые в очередной раз возродились. А я напомню для новичков, что еще год назад фонд Верета, фонд Верета, фонд Мост проводили за 2, 3, 5 тысяч долларов людей без CBP1, когда только-только это зародилось, проводили, значит, все это дело на шару, говоря о том, что у них схвачено все с CBP, и так далее, и говорили, что типа нет, денег не надо, а потом оказывалось, что денег надо, они платили по 2, 5, там 10 тысяч долларов, ну это самое большое, что я слышал. Вот, и люди типа проходили, но потом людей часть разворачивали, потом людей часть арестовывали, были большие аресты, вот, и в какой-то момент спецслужбы Соединенных Штатов вышли на этих людей, часть Вереты арестовали, часть разбежалась, мост разбежался сразу, вот, арестовали, значит, кассиров моста, фонд мост на границе Мексика Соединенных Штатов, с наличкой, там полмиллиона долларов, по-моему, было, там и так далее, то есть всех поарестовывали, и у тех людей, которые проходили, частично были, значит, большие проблемы. Часть, я так понимаю, людей просто пожалела, но люди совершили ошибку, да, обратившись вот в эти фонды, так вот, один из фондов, вот эта Верета, он начал возрождаться, он возрождаться, под него возрождаться, это абсолютно не важно, важно в том, что под его именем начали действовать люди, которые говорят о том, что мы за, там, 2, 3, 5 тысяч долларов сделаем вам проход через 3-5 дней без всякого CBP-1. Точно так же действуют похожие компании, как KK Emirates, Максима Харитонова и прочие-прочие вот эти вот компании, которые занимаются открытым криминалом, да, и обманывают систему CBP, потом уже сталкиваются проблемы, вы с ними начинаете сталкиваться. Дальше, значит, совершив вот такие вот ошибки, люди сталкиваются с большими проблемами. Так вот, никакие проходки, никакие, зеленые коридоры без CBP-1 за 3-5 дней, за, там, гум-пароли, медицинские пароли, адвокатские пароли, какие только не пароли они называют, домофоны, там, и так далее. Все эти пароли, это все полная лажа, поэтому ваша задача этого туда не вляпаться. Если у вас оканчиваются деньги, у вас маленькие дети на руках, есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, например, или вам у вас какие-то операции были, какие-то, или какие-то тяжелые хроники, ментальные заболевания, например, там, панические атаки очень серьезные и так далее, вы должны к этому заранее подготовиться. Что это означает? Это означает, что у вас должны быть документы на руках. То есть, все вот эти вот собранные документы медицинского характера, и вы с этими документами можете по исключению попытаться пройти через CBP-1. Как это делается? Это делается очень просто. Вы можете подойти непосредственно с этими документами к офицеру, который находится, как CBP-1, офицеру, который находится на границе, и объяснить ситуацию, что у вас так-то, так-то, деньги заканчиваются на сегодняшний день, у вас есть такие-то, такие-то документы, подтверждающие заболевание, и вам крайне необходимо пройти через границу, потому что CBP-1, вы дальше ждать не можете, просто физически это делать невозможно. Как правило, люди, если вы прошли к мексиканцам, мексиканцы вас пропустили, вы попали к американцам, то, как правило, американцы пропускают, они тоже не звери. Если же у вас так дело не получается, то вы собираете весь этот пакет документов, и идете к лицензированным адвокатам, не к фондам, не к журналистам, не к блогерам, не к кому-либо еще, а исключительно к лицензированным адвокатам, такие как Алекс Таварян, такие как Раиса Степанова, и просить их отправить прошение в CBP непосредственно с тем, чтобы вас пригласили на границу без CBP-1 на основании вот этих вот документов. Если у вас этих документов нет, то, ну, к сожалению, вам вряд ли адвокаты чем-то смогут помочь, потому что им не на что ссылаться. Если документы у вас есть, такого характера, то вам нужно обратиться, ну, либо ко мне, я вас перенаправлю, опять же, к адвокату, либо к адвокатам напрямую, и сказать о том, что, ребята, вот такая ситуация, дети, все дела, пожалуйста, отправьте запрос в CBP, чтобы нас пропустили, назначили нам оппонент. У нас критическая ситуация на основании вот таких-то документов. Все. Вот в этом случае, скорее всего, вам лицензионные адвокаты помогут, и, скорее всего, у вас все будет хорошо. Во всех остальных случаях вы идете через серые схемы, которые потом, скорее всего, к вам повернутся нехорошей стороной, уже даже если вы пересечете границу. А мы знаем, например, таких случаев, когда люди, прообращались вот к таким вот веселым ребятам, подходили на границу, им как бы даже CBP-1 делали, вот это вот мультианкета и так далее, и после этого, значит, их разворачивали прямо уже, ну, то есть, они на противне галочки стояли, их разворачивали. То есть, говорит о том, что пересечь границу они уже не могут по своим оригинальным документам. И запросить политическое убежище тоже, и людям приходилось разворачиваться и улетать. Но за это, конечно же, никакой Кике Эмирейт с Максимом Харитоном и прочей вот этой нечистью никто ничего не отвечает. Вот. А деньги-то уже заплачены. Следующая проблема, с которой сталкиваются, и ошибка, это на том, что люди не хотят ждать CBP-1, я понимаю, что это долгий период времени, но они не хотят даже ждать недели, две, три. Да, они говорят о том, что да, зачем мне это нужно, я куплю непосредственно мультианкету. Что такое мультианкета? Это тогда, когда делаются микро ошибки в анкетах, подаются по нескольких тысяч раз в день и так далее, и таким образом вытесняя основной массив анкет и выбирая вот эту самую дату. Это мошенничество. Это давно-давно уже рассекречивается всеми этими CBP, если раньше это работало, в самом начале, то они быстро сообразили, как это вычислять, и на сегодняшний день все дружно, вся эта команда вычисляет таких умников, которые платят по 500 долларов за мультианкету, по 1000 долларов, по 2, по 3. Понятное дело, что мультианкетчики говорят, что нет, что это не мультианкета, что мы умеем это взламывать, что-то я только не слышал, что мы можем взламывать и так далее. И таким образом человек ведется, покупает, а потом его просто-напросто не пускают. Все, и здесь начинаются большие-большие проблемы. Поэтому никаких мультианкет, пожалуйста, не покупайте. Таким образом, у вас получается, вы можете напороться на следующую проблему в самом начале. купить тур с поддельными авиабилетами обратными, с поддельными бронями отелей и так далее. И вас развернут уже на середине. Далее, вы можете купить это ампара, который втюхует вам непосредственно в Мексике и вам скажут, что да ладно, он обязательно вам поможет и так далее, все будет супер, вы пройдете. Этого делать не нужно. Дальше вам предложат кейс, который можно купить, с которым вы обязательно пройдете и выиграете суд. Но вы должны понимать, что никаких кейсов в природе шаблонных не существует. вам втюхивают и втюхивают макулатуру, за которую вы заплатите большие деньги, а потом с ними же и проиграете. Далее, вам какие-то псевдоадвокаты, псевдоблогеры, те, кто занимаются эмиграцией, обязательно скажут, что мы вам поможем пройти границу через 3-5 дней, это будет гарантированно, у вас все будет хорошо. Это ошибка, которую нельзя совершать. Этого делать просто категорически нельзя. Далее, соответственно, вы как только пройдете непосредственно границу, у вас появится новая когорта мошенников, которые вам будут помогать с чем? Правильно. Сначала с поиском жилья, а потом с заполнением всевозможных форм и так далее. Первое, значит, с чем мы сталкиваемся? К нам приходит огромное количество людей, которые говорят о том, что мы обратились в какой-то там чат, значит, сторонний, да, и воспользовались услугами, например, заполнения форм. Они заплатили там по 400-500 долларов, вот, им типа, значит, что-то заполнили, и все хорошо. А оказывается, что людям ничего не заполняли, да и вообще никому ничего не отправляли. Они тупо отдали деньги и все. А год календарный практически прошел. И люди находятся под угрозой депортации только по одной простой причине, что они не подали 589-ю форму вовремя. Вот. И таким образом у них возникают колоссальные, гигантские проблемы. К нам пообращались люди, у которых оставалось двое-трое суток до календарного года, когда не могут подать 589-ю форму. Вы представляете, какой-то кипиш начинался. Вот, чтобы этого не было, вы обязательно должны четко выбирать тех специалистов, которые занимаются 589-ю форму. И уж тем более, если уж там они не работают непосредственно адвокатом, есть люди, которые этим просто помогают это делать, и это норма. В этом нет ничего противозаконного. Они просто заполняют форму и, как правило, внизу подписываются, что они, это они. В этом нет ничего страшного. Этим может заниматься, не обязательно должен заниматься паралегал или адвокат. Адвокаты вообще этим, как правило, вообще не занимаются. У них занимаются эти помощницы девочки, мальчики, которые просто знают, как это правильно делать. Так вот, выбирайте тех людей, которые непосредственно есть, что терять, и под теми брендами, которым можно доверять. Если вам вот такой нерадивый человек не заполнит 589-ю форму, или сделает это неправильно, ее не примут, и потом она вернется, а вы об этом знать не будете, то никто вас не будет слушать, потому что вы не подали 589-ю форму в течение одного календарного года. Вас вышвырнут из страны только на основании этого инцидента. Это большая будет проблема. Далее. Следующее, с чем сталкиваются проблемы, люди с какими проблемами, это с поиском жилья. И здесь появляются всевозможные помогаторы, а часто они живут в Лос-Анджелесе, там, Саурона, и там зовут, и так далее. Значит, Вадимы, Латыповы, и прочие. Вот такие вот веселые ребята, которые заселяют вас, вроде бы как за хорошие деньги, например, в квартиру в Лос-Анджелесе, а потом выясняется, что все деньги, которые непосредственно вы платили, попадали не к владельцу помещения, а попадали непосредственно непонятно кому. Вот. И потом владелец помещения пытается вас выгнать. А те люди, которые вас заселили, говорят, что это нормально, живите, пока вас там с полицией, вас не вышвырнут. А это практически невозможно. И вы являетесь захватчиками данной территории. Для таких, как Вадим Латыпов, в принципе, пофигу. Он собрал с вас деньги, ему больше ничего не интересно. А вот у вас начинаются проблемы, потому что в финальном суде обязательно где-нибудь да вскроется рапорт полиции о том, что люди приезжали, вы захватили чью-то квартиру и так далее. И прокурор будет дружно, дружно, дружно доказывать о том, что вы вообще-то нехороший человек, вы хоть и запрашиваете политическое убежище, но вы отжали чью-то квартиру. И вот. И там жили, и жили очень по-хамски, да, не оплачивая никакого рента. И люди пытались вас выгнать. Вот это самая проблема, с которой вы столкнетесь сразу. Далее. Очень частенько люди появляются потом в автосалонах. Автосалоны обманывают следующим образом. У нас были проблемы, например, даже с нашими партнерами, с которыми мы работали ранее, которых мы рекламировали, и потом перестали рекламировать. Их реклама исчезла с наших каналов, которые непосредственно продавали автомобиль и, например, не отдавали тайтл. Такое тоже было. Вот. Так вот, чтобы такого не было, ищите крупные дилеры, крупные официальные, как бы, ну, они, понятно, что неофициальные, официальные вам никто не даст, неофициальные дилеры, серые дилеры, да, которые непосредственно крупные, большие, и где-то рекламируются, у них есть лицензии, все возможные документы, но они неофициальные, не бил, они серые. Обычные перекупы, скопартов там и так далее. Самое главное, это размер автосалонов, но самое главное, чтобы они где-то светились, им было что терять. Потому что медийность потерять, это самое страшное для таких компаний. Поэтому, если вы как появляетесь на какую-то там МСК, например, гроб, да, то вам это не нужно. Если вы, например, попадаете на крупные дилеры, которые вы видите среди блогеров, рекламы и так далее, и они, и им есть что терять, они будут непосредственно стараться работать на качество. И вы не влепитесь в какие-то серьезные проблемы. Вот. Ну, это должны быть эксперты своего дела. Люди должны этим давно заниматься. Вот. Дальше. Вы заполнили 580-й форум, купили автомобиль, все у вас хорошо. Дальше, чем вы, как правило, и какие ошибки, значит, люди совершают. Они начинают покупать Дардаш. Да, то есть, все лезут в Дардаш, и они начинают покупать Дардаш, именно покупать Дардаш, левые всевозможные аккаунты, тем самым, участвуя в такой криминальной схеме, как кражи личности. С чем это чревато? Это чревато посадкой в тюрьму, чтобы вы понимали. Многие думают, что это игра в игры, да, и можно взять аккаунт, спокойно работать, зарабатывать деньги и так далее. Но, к сожалению, эти игры заканчиваются очень плохо. И у нас есть данные о людях, которые уже схлопотали криминал регр, да, непосредственно это запись о том, что они участвовали в криминальной схеме и ничего хорошего им уже не предвещают. Поэтому, как только вы появились на территории Соединенных Штатов, не надо пытаться обмануть систему по своей российской обыкновенности. Вам необходимо стараться заработать пусть и в черную, пусть и в нал, но в честную. Не покупайте никаких аккаунтов, не покупайте никакие псевдо-честные аккаунты, аренды, ничего этого, псевдо-честного, аренды нет. Дождитесь СССР свой, да, непосредственно несчастный, и потом пойдете официально дардашить и зарабатывать деньги. А пока у вас этого нет, идите за наличку, за кэш, но без покупки аккаунтов. Это можно работать в мувинге, это можно работать на стройке, это можно работать вообще где угодно, где вам будут просто под ваши фамилии и имя выдавать кэш. Этого вполне здесь нормально, и многие компании, например, платят кэшаком, да, и еще и с этого налоги платят. Вот поэтому в этом нет ничего страшного. Никакой прокурор, судья вас за это не будет ругать, и вы не столкнетесь с никакими проблемами, если вы работали, зарабатывали на собственную семью, или чтобы прокормить непосредственно себя, но делали это честно, не покупая левых аккаунтов. Ну и дальше, с чем вы можете столкнуться, это с нерадивыми адвокатами. И этого у нас тоже полно. у нас огромное количество есть людей, которые непосредственно обращаются к каким-то там левым сторонним адвокатам, не левым, просто адвокатам, о которых мы, кстати, частенько предупреждаем у себя в телеграм-чате, что, например, туда лучше не идти, или там нас спрашивают, и мы предупреждаем, все, ребята, есть какие-то проблемы. И вот, и эти адвокаты, например, самая распространенная схема, вы договариваетесь на 10 тысяч долларов, потом выясняется, что это уже 15 тысяч долларов, потом 25 тысяч долларов, и в конечной сумме вы заплатите все 40 тысяч долларов, потому что адвокат начинает говорить, чтобы я что-то сделал, заплати мне столько-то, 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 и, короче, доил его идет до самого конца. Потом бывает так, что вы платили, 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 а потом перед самым судом адвокат говорит, вы знаете, наверное, я не смогу вас защитить, потому что у меня есть чем заниматься, и поэтому мы расторгаем с вами договор, ищите нового адвоката, а деньги я вам не верну, потому что я якобы работу с вами уже какую-то выполнил. Естественно, вы попрощались и с адвокатом, и с денег, а суд у вас на носу. Чтобы не совершать ошибки вот с такими самыми адвокатами, очень тщательно их проверяйте. Очень тщательно смотрите, чем они занимаются. Опять же, медийность. Понятное дело, что все скажут, что это реклама и так далее, но такие, как Алекс Таварян, такие, как Степанова Раис, это люди, которые дорожат своим именем, дорожат своим брендом и дорожат своей медийностью. И это нормально. Им есть за что отвечать, и они понимают, что они могут потерять, в случае, если вдруг они будут что-то делать неправильно. Поэтому процент возможностей ошибок таких адвокатов очень мал. Вот, поэтому, прежде чем выбрать адвокат, не обязательно это будет Таварян, там, или Раиса Степанова, но вы обязательно посмотрите, чем человек занимается, есть ли у него социальные сети, ведет ли он какую-то обучающую стратегию своей работы, да, рассказывает ли он об эмиграции. Сходится ли его информация непосредственно с гуру, так сказать, адвокатуры, да, потому что очень часто мы видим ролики некоторых адвокатов, и, ну, я не могу ничего про это сказать, например, да, но адвокаты другие, которые также смотрят, говорят, ну, что же это за бред, зачем этот человек говорит, хоть он и является лицензированным адвокатом. Но здесь включается адвокатская этика, и большинство таких адвокатов не могут оказать на нерадивых адвокатов, к сожалению, вот, но так уж устроен мир. Поэтому будьте очень аккуратны при выборе того или иного адвоката и обязательно отсматривайте весь материал, что касаемо этого адвоката. Помните, что залог хорошего специалиста, который будет защищать ваш кейс, напрямую зависит от ваших успехов в суде. Ну вот и все основные ошибки, с которыми сталкиваются, грубо говоря, от начала своего пути до того, как вы уже пересекли границу и живете в Соединенных Штатах. Мы на нашем канале будем обязательно в ближайшее время снимать очень интересные сюжеты, что такое кейс, а именно с лицензированным адвокатом в Соединенных Штатах, это Алексом Таваряном. Обязательно поднимем вопросы бизнес-эмиграции с Раисой Степановой, которая является первоклассным адвокатом в Нью-Йорке. Я думаю, что мы поднимем и много других разных тем, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, помог ли это вам ролик или нет. Я надеюсь, новичков я предупредил, чтобы уж совсем на грабли не наступали стрички, и так, в принципе, знают этот материал. Поэтому всем спасибо, всем пока, до новых встреч, ну и мы обязательно снимем что-нибудь интересное еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова